Всем доброго времени суток! Приветствую вас на канале Участок 36.ру. Сегодняшнее видео будет посвящено новым сортам огурцов, которые я буду выращивать в этом году. Я купила 13 сортов огурчиков и плюс три сорта балконных, но на них останавливаться не буду, потому что потом их покажу. Я их буду высаживать осенью в зиму дома на окне. А сейчас обзор тех новинок, которые я приобрела для высадки в теплицу и может быть частично в открытый грунт. Вот огурец сады России, огурцы молодечек, фирма сады России. Это ранний сорт 50-55 дней, 70-90 грамм корнишончики. Пишут, что уникальный очень ранний портенокорпический сорт с прекрасной энергией роста, но короткими побегами, что непривычно для огурцов. Растение на ней требует много места, его можно вырастить даже в горшках на веранде. Зеленцы небольшие, темно-зеленые, хрустящие, со сличным вкусом не горчат, кожура тонкая. Вот такой будет. Огурец Кон Амор фирмы Партнер. Кстати, тут сразу объединю все огурцы данной фирмы, чтобы о них рассказать. Кон Амор без шипы, средне-ранний 42-44 дня, длина огурца 15-17 сантиметров, вес 120-140 грамм и от двух до четырех огурчиков в узле. Это Кон Амор гибрид. Ну, естественно, портенокорпический. И гибрид расхваленный на просторах интернета. Ну, теперь я у себя попробую. У меня вообще беда с огурцами, но буду пробовать, все равно не остановлюсь. У меня то паутинный клещ их съедает, то еще что-нибудь. Значит, бинго F1. Бинго F1 на раме спилы, портенокорпический, от высадки до начала плодоношения 42-45 дней. Гибрид пригоден для сбора мелких плодов 4-6 сантиметров, пикули, так как имеет букетный тип цветения с интенсивным завязыванием плодов в узлах. Средняя масса зеленца составляет 70-80 грамм. Так, еще фирма Партнер. Гошах гибрид. Значит, высокоурожайный скороспелый портенокорпический гибрид огурца корнишонного типа для выращивания в защищенном грунте. Срок созревания 38-39 дней после появления всходов. Растение компактное, со средней силой роста, в пазухах листьев закладывается до трех исключительно женских цветков. Плоды среднебугорчатые, цилиндрической формы, длиной 10-12 сантиметров, масса около 110 грамм. Темно-зеленого цвета, с отличным вкусом. Гоша и, как говорят, его брат Шоша. Ну, примерно все то же самое. 39-43 дня плодоношение наступает. Раннеспелый, женским типом цветения, до трех завязей в узле. Размер огурчиков 9-11 сантиметров, диаметр 3-3,5 сантиметра, масса 50-80 грамм. Огурец эстет F1, значит, тоже раннеспелый, от сходов до начала плодоношения 38-40 дней. Зеленцы темно-зеленого цвета, выровненные, часто ошипованные, длина 9-12 сантиметров. Вот такой эстет и лихач, разрекламированный, средне-ранний 45 дней, длина 1-12 сантиметров, 80-100 грамм весит огурчик и букетного типа цветения. Так, плодоношение уже сказала. Зеленцы в длине на цилиндрической форме, с округлой вершиной, с небольшими бугорками и короткими светлыми полосками. По три огурчика, длиной 11-12 сантиметров. Ну, вообще тут пишут, что по три, но видео видела в интернете. Что-то там, по-моему, больше 10 пообещали. Я выписала, на пачке написано по три огурчика в пазухе. Ну, посмотрим, как там оно получится у меня. Потом скажу в обзоре уже с теплицы. Так, ну вот, такие невзрачненькие купила, по-моему, в Леруа Мерлен. Что-то там по смехотворной цене за рубль 30 или рубль 20. Огурец изящный, раннеспелый, 45-55 дней. Так, среднеплетистый, пчелоопыляемый, то есть для открытого грунта. Ну, в принципе, вот у меня в теплице все лето дверь открыта, двери и форточка. Я там вижу пчелы летают. Я думаю, даже можно, если вот такой открытый, то посадите в теплицу, если кто захочет. Так, плоды мелкобугорчатые, белошипые, длиной 10-12 см, массой 90 грамм. Ну, в общем, посмотрим, что это за изящный. Так, это он же. Так, еще вот. Интересная упаковка у фирмы Гавриш. Дуэт, значит, по два вида в одной пачке. Кураж и мурашка. Значит, кураж. Ну, это вообще известный сорт. У меня знакомые выращивают, говорят, очень урожайный. Вот и я попробую. Скороспелый, 40-43 дня. Растение сильное, рослое, средне-ветвистое. В пазухах листьев образуется по 2-5 завязей. При удалении боковых побегов до 12. Вот, я думаю, наверное, и у лихача имелось в виду, если удалять, то будет вот такой же. Зеленец цилиндрический, длиной 11-14 см, массой 100-120 грамм. Мурашка. Скороспелый, 43-48 дней. Гибрид зеленец. Длиной 11-13 см, массой 90-110 грамм. С крупными, широкими бугорками. Черношипый. В каждой пазухе листа образуется 4-6 завязей. Плоды универсального назначения. Ну, вообще, я свое предпочтение всегда отдаю вот таким или корнишончикам, пикулям. В общем, небольшие, длинные, я их никуда. Ну, в салаты, ну, я эти покрошу в салаты. Длинные не выращиваю в основном. Такие, чтобы в баночку были хорошо. Так, фирма Семка Сапшо, тоже гибрид. Ну, вот это тут подлиннее на вид. Гибрид среднеспелый, портинокорпический. От сходов до первого сбора 55-60 дней. Растение индетерминатное. Среднерослое, слабоветвистое. Так, женского типа цветения. Лист средний, зеленый, гладкий. В узле завязывается 1-3 плода. Плоды цилиндрические, с короткой шейкой зеленые. Средний бугорчатый, длиной 14-16 сантиметров. Диаметр 3,5-4 сантиметра. Массой 120-130. Ну, вот это, наверное, самые длинные. Вот, до 16 сантиметров будет на салат. Ну, если раньше собирать, можно в баночку. Значит, еще два чудо-юды. Как я их называю, выписала. Ну, как говорится, повелась чисто на интерес. Вот какая-то новинка. Белый огурец, белый сахар. Гибрид. На удивление соседям написано. Невероятно сладкий, ароматный. Заслоки всегда плотный, хрустящий. Ну, это вот уральский дачник. Вот, что же тут обещают нам. Новый среднеспелый гибрид с высокой степенью партенокарпии для выращивания в теплицах и парниках. Зеленцы необыкновенно красивые, сливочно-белые, редко бугорчатые, длиной 8-12 сантиметров. Плотные, сочные, с нижним вкусом и тонким огуречным ароматом. Вот так. Ну, вот такой экзот. Написано, что можно и в свежем виде, и для консервирования. Ну, вот посмотрим, что это будет. Ну, еще одна чудо-юда. Огурдыня какая-то. Фирма Сады России. Лартон или Лартон F1. Значит, что написано про эту огурдыню? Молодые зеленцы мало чем отличаются от огурцов. И используют их для салатов или бутербродов. А также солят и маринуют. А вот зрелые плоды, это уже вкусная, сладкая, ароматная дыня. При полном созревании плоды овальной формы, с темно-зеленой кожурой и более светлыми полосками, делающими их похожими на арбуз. Мякоть хрустящая, толстая. Гибрид отличается стабильной и высокой урожайностью. Не подвержен болезням огурцов и плодоносит до заморозков. Хранятся плоды до 50 дней. Так, солнце теплолюбив, на рассаду высевают в начале апреля. Высаживают в грунт или под легкие укрытия в середине мая. Ну, в общем, так скажу. Я ее выписала, повелась на замануху вот эту вот. Но потом увидела у одного из блогеров обзор, где они уже ели эту огурдыню. Ну, сказали, что ничего супер-пупер в ней нет. На вкус все обычное. И, конечно, было отмечено, что далеко не такая вкусная, как дыня. И, в принципе, не очень-то и похожа. Ну, раз уже есть, посею, постараюсь вырастить и попробовать и этого экзота. Вот. Ну, на этом все. С вами был канал Участок 36.ру. Заглядывайте в гости. Кому интересно, подписывайтесь, чтобы не пропускать ролики. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok